как вообще идет оформление вот на приеме то есть скоро выстраиваются в очередь и быстро оформляются людей не получается на одного больного обычно уходит около 40 минут это на твою рецидурацию давление оформить его сделать снимок оформите документацию отправить и самое главное что мы не можем увеличить количество бригад потому что приемное отделение любое 1 поступает потом следующий 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 иногда бывают случаи когда и 5 и 7 машин стоят в очереди мы я запретил своим регулировать очередь скорой помощи сами кто за кем сами потому что если мы начнем там это коррупция карта вот заплатил потому его берут без очереди я сказал не лезьте туда вот приехал скорый друг за друга выстраивается и все пусть они так другое дело что сами не видят если больной скорой помощи тяжелый если сатурация 70 они сами пропускают и это надо отдать должное я очень благодарен сотрудникам самая хорошая проблема высказайте какая ситуация по врачам обеспеченности врачами не хватка врачами нет проблем у него нам везде мы закрыты те у нас проблема по медицинским сестрам и санитаркам несмотря то что у нас очень хорошая мотивация мы платим я хочу об этом чтоб обязательно знали мы платим 300 процентов на бабку заработная плата медсестры 24 тысяч и 18 гривен и заработная плата санитарки 15 тысяч двести тридцать восемь гривен и нету людей вот не идут ну как не идут их нет городе не потому что не идут они же не уйдут со своей основной работой мы приглашаем внешних совместителей пожалуйста приходите могут берем на временную работу по контракту или внешними совместителями то есть у нас вакансии сколько не хватает вам медсестер ну мы бы не отказались и цветно пришло скажем 15 месяц а что нужно и соседей на минуту должен диплом а нас они допускников я идут выпускницы медицинского училища но когда нет эпидемии у нас помощь у нас даже есть небольшой переизбыток это сейчас когда пандемия другие нормативы если раньше мы скажем могли на 40 человек одну медсестру оставлять на ночь то сейчас нет сейчас 30 человек и мы должны держать медсестру санитарку и так далее а днем мы должны держать три медсестры потому что процедурная медсестра и старшая медсестра поэтому это на период пандемии набираться час закончится пандемия люди останутся без работы вот поэтому нам легче взять внешних совместителей сейчас мы очень надеемся на то что ввели когда красную зону то прекратилась вся плановая работа в учебных учреждениях сейчас уже нельзя делать плановые операции нельзя статализировать планов может быть на этот период люди будут освобождаться из других лечебных учреждений и пойдут как сейчас сополняемость койка местами расскажите пожалуйста что есть развернуто по плану мероприятия у нас должно быть 342 кольки это когда будет уже большая волна настоящий момент развернуто 312 колька и и на утром у нас было 253 человек это 53 мы делим на 312 развёрнуты это получается 81 процент а если у нас коек 340 253 мы делим на 342 это то которое у нас развёрнуты сейчас стоят пустые это получается 73 процента сейчас заполнилось на 73 процента скажите много ли ковидных много ли которые провизорном отделении вообще какой сейчас ковид практически все которые поступают в провизорное отделение получают результат и перевод ковидные потому что у нас уже есть определенный опыт и мы без без показаний не берем показания какое сатурации не выше 93 потому что если 93 и выше человек может учиться амбулатом на дом вот это берем если низкая сатурация это уже заранее нам известно что это ковид но вот на утром мне доложили значит у нас было 200 это еще до обследования 203 ковидных больных и 50 42 провизорных и остальные ковидные более 200 с лишним 208 но мы когда сейчас получим анализы результаты мы получаем ежедневно и потому что мне каждый день сдаем по 9 и вечером 800 получаем то есть этих 48 или 42 там 30 перейдет какой сейчас другой ковид другой злой тяжелый тяжелый больные тяжело выздоравливают немножко выше смертность чем была причем болеют умирают смертность такая же в структуре пожилые люди но болеют больше молодых больше вот у нас сейчас девочка 24 года тяжелая крайне тяжелая но мы ее вытащим потому что чувствуется она пошла крайне тяжелая что у нее ковид воспаление обнимание типичный ковид самое главное 24 года нет никаких сопутствующих заболеваний то есть чистый ковид 38 лет есть 42 года есть раньше не было в той волне не было то 60 лет это для нас ЧП были старички то теперь молодые поэтому просим пользуясь случаем я прошу вас пожалуйста в этом напишите обязательно что сейчас лучше людям не привитым сидеть дома меньше двигаться меньше ходить потому что этот ковид злой это не тот который был раньше если есть прививка защита кстати о прививках я хочу сказать что вот у нас я дал задание прошло 553 человека за полтора месяца только четыре которые были с прививками из 554 и они на третий 54-55 выписались легко принялась